Мерианал, Фастимон. Оба препарата представлены в упаковках по 75 и 150 международных единиц. Индивидуальная упаковка содержит одну ампулу стерильной воды в качестве растворителя и один флакон с сухим порошком. Мерианал и Фастимон могут храниться при комнатной температуре и их не нужно хранить в холодильнике. Препарат смешивается непосредственно перед тем, как делать инъекцию. Используй один из шприцов в емкость 2 мл, который вам выдали вместе с лекарством. В упаковке с иглами вы найдете большие розовые или оранжевые иглы для смешивания препарата и маленькие серые иглы для инъекций. Достаньте желтую или розовую иглу для смешивания из упаковки и наденьте ее на шприц. Возьмите в руку ампулу со стерильной водой и проверьте, нет ли жидкости в верхней головке ампулы. Если есть, щелкните по ампуле пальцами пару раз так, чтобы жидкость стекла вниз. Поставьте большой палец на точку, указанную на горлышке ампулы и резко отломите головку быстрым движением руки в обратную сторону. Во избежание пореза используйте салфетку. Поставьте ампулу с водой на ровную поверхность, введите иглу и потяните поршень шприца назад так, чтобы шприц наполнился всем содержимым ампулы. Чтобы легче было это сделать, держите ампулу под небольшим углом. Снимите защитный колпачок с флакона. Поставьте флакон на ровную поверхность и введите иглу заранее наполненного шприца прямо вниз через резиновую пробку флакона. Медленно введите воду внутрь флакона. Порошок должен сразу же раствориться в жидкости. Чтобы растворить остатки порошка, прилипшие к стеклянным стенкам, аккуратно перемешайте раствор, проделывая флаконом круговые движения, но не трясите флакон. Держа иглу внутри флакона, наклоните флакон и медленно оттяните назад поршень до тех пор, пока шприц не будет наполнен всем содержимым флаконом. Не допускайте выхода поршня из шприца, когда достаете иглу из флакона. Если поршень выйдет из шприца, то вакуум внутри ампулы затянет жидкость обратно. Отсоедините иглу для смешивания и замените ее серой иглой для инъекций. Удалите все пузырьки воздуха из жидкости перед тем, как делать инъекцию. Держите шприц в воздухе так, чтобы кончик иглы находился вверху и осторожно постучите по шприцу, чтобы все пузырьки воздуха поднялись наверх. Медленно надавите на поршень до того момента, когда несколько капель жидкости появятся на кончике иглы. Мерианал или фастимон вводятся под кожу в области живота. Одной рукой осторожно сожмите кожу вокруг участка инъекции на небольшом расстоянии от пупка. Другой рукой протрите участок инъекции свежим проспиртованным тампоном, после чего дайте коже высохнуть, подождав около 1 минуты. Быстро введите иглу под кожу под углом 30 градусов. Нажмите на поршень медленным и равномерным движением. Когда весь препарат будет введен, необходимо сосчитать до 5 и после этого вынуть иглу. Используя чистый проспиртованный тампон, надавите на участок инъекции, если появится незначительное кровотечение или сукровица. Важно! Для каждой инъекции необходимо использовать новый шприц, а также одноразовые большие и маленькие иглы. Для введения дозы объемом более 150 международных единиц необходимо использовать только одну ампулу стерильной воды для растворения порошка, содержащегося в нескольких флаконах. Следуйте инструкции, которая дана выше, и повторяйте действия пошагово с таким количеством флаконов, которые вам необходимы для получения вашей суточной дозы. Если в соответствии с вашим протоколом стимуляции овуляции вам необходимо делать инъекции обоих препаратов, Мерианал и Фастимон, вы можете смешивать оба медикамента в одном шприце тем же способом, который описан выше. Так вам не придется делать одну дополнительную инъекцию. Каждый день выбирайте новый участок для инъекции, но при этом следует стараться вводить вашу суточную дозу всегда в одно и то же время суток.